Всем привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта Алиэкспресс. И на самом деле видео такое выстраданное, вымученное, потому что посылки идут очень-очень медленно. Мне кажется, даже когда коронавирус был в Китае, ну то есть не вышел никуда за пределы, мне все равно посылки гораздо быстрее доходили. Но оно и понятно, если он распространился по другим странам, есть кое-какие сложности, поэтому с нетерпением жду. И что самое интересное, приходит, знаете, вот всякая такая мелочевка, а те вещи, которые реально, вот на которые я реально рассчитывала, они идут очень долго. Я уже много про них рассказывала, но тем будет интереснее другое видео, следующее, которое уже выйдет, когда я получу все остальные посылки. Они все равно потихоньку там две в неделю где-то приходят. Ну честно, такое вообще первый раз. Поэтому сегодня я вам покажу то, что у меня накопилось с Алиэкспресс и также с сайта Джун, но преимущественно здесь будет Алиэкспресс. Я думаю, что вы знаете, что те посылки, которые есть на Джун, точнее все эти товары вы можете найти на Алиэкспресс. То, что есть на Алиэкспресс, вы можете найти на Джун. То есть кто где привык из вас заказывать, тот может там заказать. И еще я подарю вам промокод, он будет в конце видео на 10% скидку на все товары, которые вы будете заказывать, например, если вы будете делать заказ через Джун. Вот, так что если вам интересны покупки, то оставайтесь со мной и давайте приступим. Давайте я начну с двух вещей, которые я действительно очень ждала. Это два купальника, которые я выкладывала в инстаграм в своем виш-листе. Ну, то есть то, что я собираюсь оттуда заказывать. Очень часто бывает, что девочки раньше меня заказывают и получают, а потом уже делятся со мной. Так было и с купальниками. Первый купальник, который я хочу вам показать, обязательно будет детальная съемка. Выглядит он вот так вот. На самом деле я очень обрадовалась, когда я его получила, потому что качество у него просто безупречное. За все время я заказывала около шести купальников с Алиэкспресса и они все абсолютно в первозданном виде, хотя я их на море постоянно ношу, постоянно меняю. Этот купальник выглядит вот так. Я на самом деле очень боялась, что будет не четкий рисунок какой-то расплывчатый. Но, как видите, с этим здесь все в порядке. И вот как раз моя знакомая присылала мне этот купальник на себе. Мне очень понравилось. На тот момент он еще ко мне не дошел. Свой купальник я, конечно же, тоже мерила. И он сидит очень хорошо. Вообще люблю закрытые купальники. Ссылку на него оставлю в описании. Следующий купальник как раз вот я вчера, по-моему, или позавчера, смотря когда будет это видео, выкладывала. Выглядит вот так вот. У него, как вы видите, огромные такие рюши. И когда я увидела его на модели, он мне безумно понравился, потому что, знаете, он как-то вот так кокетливо выглядит. И если бы, например, я бы нашла подобный боди на Алиэкспресс, ну, либо где-то еще, я бы обязательно заказала. Потому что, в любом случае, я очень многие вещи люблю заправлять в джинсы. Мне нравится, как это смотрится. И купальник мне тоже очень понравился. Есть в разных расцветках. И, знаете, они такие яркие, прям вот напоминают о лете. Поэтому я ссылку обязательно оставлю. Прошиты они просто идеально. Все строчки как надо. И никаких посторонних запахов не было. Я вижу, что в отзывах очень часто жалуются, что товар пришел с каким-то неприятным запахом. Честно, вот сколько я заказываю на Алиэкспресс, вот 3 года уже будет, наверное, да, никогда такого не было. Не знаю, может быть, мне так везет. Может быть, я не беру слишком уж какие-то, ну, такие сомнительного качества вещи. В основном все приходит довольно неплохое. Вот. Так что ссылку на оба эти купальника обязательно найдете в описании к видео. Далее хочу вам показать еще вот такую сумочку, которую я заказывала уже с сайта Joom. Ссылку я дублирую и на Алиэкспресс, и на Joom. Вы как уже вы хотите заказывайте. С какого сайта вам удобнее. На самом деле, когда я увидела у продавца эту сумку, привлек меня вообще не вот этот цвет, а другой. Была бежевая сумка и черная крышка сверху. И на контрасте выглядела очень красиво. Я думаю, что большинству, наверное, все-таки понравится та сумочка. Но когда я увидела вот этот голубой цвет, он меня тоже привлек, потому что, ну, в последнее время, такие пастельные тона мне очень нравятся и в одежде, и в интерьере. Поэтому я решила заказать вот эту сумку. Она прекрасно держала форму. То есть, когда она пришла, она не была как-то деформирована. Здесь внутри лежал еще пакет с воздухом, поэтому, в принципе, у нее не было шансов, чтобы она была какая-то кривая, косая. Я не стала снимать. Здесь есть вот такая бирка с названием фирмы. Производителя фирмы или производителя. Я не знаю, кстати, вот здесь вот тоже самое написано. На самом деле, прелесть таких сумок я оценила с появлением ребенка, потому что удобно, когда она там где-то сзади болтается, вас никак не напрягает. Здесь была съемная ручка, то есть я сама ее прицепила. Внутри три полноценных отделения, куда вы можете в самое большое положить кошелек, записную книжку, ну, что-то такое объемное. И два более плоских отделения, куда поместится, ну, да, что-то более плоское, например, телефон. Кстати, в большом отделении есть еще три маленьких, куда можно положить и Декарту, водительские права, банковскую карту. Это в том случае, если вдруг не хотите брать с собой кошелек, и вам нужно это место под что-то другое. Тоже никаких нареканий у меня к этой сумке нет. Прошито все идеально, аккуратно, никаких посторонних запахов, поэтому этой покупкой я тоже осталась очень довольна. И следующая вещь, это тоже одна, наверное, из самых удачных моих покупок, наряду с пылесосом, о котором я снимала недавно видео. Это вот такой ручной отпариватель, очень красивый, мне понравился он именно по своему внешнему виду. Помните, я перед этим заказывала другой отпариватель, но мы его подарили. Вот, поэтому встал вопрос, чтобы заказать еще нечто подобное, потому что вещей приходится очень много отпаривать. У меня очень большое количество рубашек, которые постоянно мнутся. Также детская одежда, ну, что-то там обеззараживать. У меня есть большой отпариватель, о котором я уже как-то-то очень давно рассказывала. Но его неудобно постоянно доставать, поэтому мне было удобно купить такой отпариватель и пользоваться именно им. Здесь не очень большая емкость, по-моему, на 320 мл, но хватает, если вещи не сильно мятые, хватает на большое количество времени, чтобы отпарить где-то, ну, не знаю, 3-4 вещи. Если, конечно, заломы какие-то очень сильные, либо ткань капризная, то, конечно, понадобится больше воды. Вообще, когда вы только его увидите на сайте, он выглядит вот так, то есть абсолютно прямой. И здесь у него удобно поворачивается вот эта головка, чтобы вы могли взять и отпаривать. Несмотря на то, что здесь емкость 320 мл, ну, он достаточно удобный для руки, то есть она не устает. Но если вы часто будете отпаривать, конечно, устанет, может быть, стоит отдохнуть. А так, в целом, могу сказать, что им пользоваться очень комфортно. У него в комплекте несколько насадок и также идет перчатка для того, чтобы вы не обожгли ваши руки. Единственное, что мне пришел отпариватель с вилкой китайской, то есть я выбирала, чтобы было для европейской розетки, но почему-то пришел китайский, но Женя, вот я уже говорила во влоге, поменял меня, теперь я спокойно могу пользоваться. Он очень-очень прост в использовании, то есть вы нажимаете на кнопочку, вы когда включаете, она сначала горит красным, потом вы нажимаете, она, по-моему, становится синей и начинается подача пара. Вот, я ни разу не обожглась, сколько я уже отпаривала. И вот эту блузку как раз перед видео отпаривала с помощью него и снимала там небольшие кусочки видео. Обязательно вам покажу до и после, как это выглядит. В общем, я осталась тоже очень довольна покупкой и ссылку на него оставлю в описании. Также хочу вам показать тоже свою любимую покупку. Это уже для кухни. Вот такие вот маты под посуду. Как вы видите, они довольно большие, такие сделаны под кожзам. То есть это не какая-то клеенка, но на мой взгляд это кожзам. Вот, когда они ко мне пришли, я очень обрадовалась, потому что я реально их ждала. И я заказывала на самом деле три штуки. То есть еще темно-зеленый насыщенный, но, к сожалению, он почему-то ко мне не дошел. Не знаю, почему продавец не отправил сразу все три вместе. Или, может быть, я заказывала другого продавца, но я ссылки оставлю, там можно будет посмотреть. Я просто, на самом деле, так давно их заказывала, что уже сама не помню. Они пришли все ко мне целые, то есть они абсолютно не были никак согнуты. Если на них есть уже вот здесь, например, посередине небольшой залом, то это уже мы сами сделали, потому что ребенок очень часто берет их со стола, играет с ними и может сгибать, поэтому здесь вот есть такой залом. И, на самом деле, если вы натыкаетесь на них где-нибудь на Алиэкспресс или на Джум, ну, вот эти я заказывала с Алиэкспресс, то у продавца настолько грамотно сделана реклама, что у вас просто невольно возникает желание их купить. Я вставлю фотографии, которые есть у продавца, и вы поймете, о чем я говорю. Там настолько красивая, какая-то модная такая цветовая гамма, что подойдет абсолютно для любого интерьера, и она невольно просто цепляет ваш взгляд. Я выбрала себе два черных и один темно-зеленый, потому что мне нравится, как в сочетании они смотрятся. В общем, в целом я осталась очень довольна покупкой, и я советую вам не только как деталь интерьера, не только как полезную вещь для того, чтобы не портить ваш стол, но если вы, например, какой-нибудь фудблогер, снимаете то, что вы готовите, то я думаю, что эти маты станут очень красивым фотофоном. Ссылку на них я обязательно оставлю в описании. И следующая вещь, которую я просто не могу не поделиться, это вот такой набор для кухни. На самом деле, я очень давно озадачивалась тем, чтобы найти в едином стиле, а не покупать по одной. Хотела сразу комплектом, поэтому я искала на Алиэкспресс, именно на своем любимом, и нашла вот такой вариант. Состоит из 9 предметов, но здесь у меня сейчас только 1, 2, 3, 4, 5, 6, потому что остальные в посудомойке находятся, но я обязательно вставлю ссылку, и вы сможете посмотреть, вообще, из чего состоит набор из 9 штук, также есть из 12, и есть еще набор с емкостью для хранения. Ну, естественно, если вы берете с емкостью, он стоит чуть дороже. На самом деле, качество просто прекрасно. Я, когда читала отзывы, по-моему, вообще нет ни одного негативного отзыва, тысячи или две тысячи заказов, если я правильно помню. Ну, я оставлю вам ссылку, вы можете посмотреть. Сами они сделаны из силикона и имеют деревянную ручку, что для меня было важно, потому что я люблю, когда есть деревянные ручки, пластик не особо люблю. И не стали заказывать емкость для хранения, потому что у нас, в принципе, это все висит над плитой. Ну, по крайней мере, нам так удобнее пользоваться. Единственное, что мы сюда вставили вот такие веревочки из бечевки и просто повесили. Вот. И, как я уже сказала, качества абсолютно никаких претензий нет. И особенно мне понравилась вот эта штуковина, которая предназначена для того, чтобы положить спагетти, либо просто макароны, ну, я не знаю, это, может, еще что-то их кладут, но мы обычно просто используем ее именно для спагетти. У нас до этого была другая, и, по-моему, она была пластиковая, пластиковая ручка, и когда нужно было положить, она так сильно отгибалась назад, что было просто невозможно это сделать. Это очень удобно и очень устойчиво. Мне еще понравилось, что у них, посмотрите, не особо большой размер, и они удобно лежат в руке. Поэтому я просто всеми руками и ногами рекомендую вам этот набор. И ссылку тоже оставлю в описании. Конечно, я немножко жалею, что я не заказала мятного цвета, потому что, ну, мне показалось потом уже, когда я получила свой вот этот набор, что он смотрится гораздо красивее, но, возможно, потом со временем я, ну, поменяю как раз вот на тот, который мне понравился больше. И меня постоянно спрашивают еще вот про эти две вещи, которые часто мелькают в моих видео. И даже когда-то я делала в покупках Алиэкспресс, то есть их показывала, но все время забывала оставить ссылку. Прошло уже, мне кажется, наверное, полтора или два года. Вот они в целости и сохранности, и мы постоянно ими пользуемся. Вообще изначально заказывали, чтобы использовать для кофе, то есть когда вы покупаете пачку. Ну, у нас есть банки для хранения, но бывает, что не всегда пересыпаем. И когда вы покупаете пачку, допустим, то открываете ее, чтобы кофе потом не выдохся. Можно свернуть. Ну, там есть специальная наклейка обычно, но мне очень нравится. Ну, знаете, прям какой-то такой ретро-стиль. Не знаю, как объяснить. Просто выглядит стильно, когда вы таким зажимом эту пачку закрываете. Также этой ложкой очень удобно накладывать мороженое, допустим, шариками. Это вот тоже, знаете, были мои такие покупки. Одни из самых удачных, наверное, покупок именно в плане мелочей для кухни. Вот они до сих пор. Они нигде не заржавели, но, естественно, мы их не моем ни в посудомойке, нигде, просто в обычной воде. И потом протираем тряпочкой, чтобы никакого налета здесь ржавчины не появлялась. Я не знаю, честно говоря, из чего они сделаны, но сомневаюсь, что из нержавейки. Обязательно оставлю на них ссылку. И на самом деле, знаете, очень приятно наблюдать такие мелочи на кухне. Ну, не только такие, вообще просто вот какие-то милые мелочи, которые делают ваш быт наиболее приятным. Поэтому, когда я вижу подобные вещи на Алиэкспресс, я сразу их заказываю. Я знаю, что всегда они мне где-то пригодятся. Поэтому, знаете, не обязательно покупать какую-то кучу ненужного хлама. Я купила эти две ложки. И мы постоянно этим пользуемся. Все, что я когда-то вообще покупала на Алиэкспресс, находится у нас в обиходе. И я планирую скоро выпустить видео, в котором расскажу о самых-самых удачных покупках с Алиэкспресс за те три года, что я оттуда заказываю. На самом деле, их накопилось огромное количество. Я очень хочу с вами поделиться, чтобы вы тоже, возможно, ну, может быть, вы ищете что-то подобное из тех вещей, которые я вам покажу. Они действительно прошли проверку временем. Они действительно очень качественные. И о них вы узнаете в следующем видео. Вещь, которая вам точно пригодится, если вы активно используете свой телефон, это вот такой Powerbank на 20 000 мАч. Стоимость его, я сказала бы, крайне бюджетная. Это 11 евро. Не знаю, если вы знаете, где дешевле можно купить, то пожалуйста. Но вот я нашла именно по соотношению цены и качества такой. Помимо того, что он просто заряжает телефон, вы также можете использовать фонарик. Здесь сбоку есть кнопочка, нажав которую два раза. Включается он ярко светит, просто в комнате очень светло, поэтому не особо видно. Вот. И также на боковую кнопку два раза надо нажимать, чтобы он выключился. В зарядке здесь на табло вы видите, насколько ваш Powerbank заряжен. Я обязательно тоже покажу его поближе. Очень советую к покупке, потому что вещь оказалась достойной. Я вам показать несколько идеальных чехлов, которые мне удалось найти на Алиэкспресс. Все они приходят в индивидуальной упаковке. Я очень часто заказываю у этого продавца. Ну, здесь несколько разных, точнее у этих продавцов. И все они приходят вот в таком виде, что очень приятно. Они просто запакованы в бумагу. И первые два чехла, которые вызвали очень много вопросов, когда я выкладывала их в Instagram Stories, выглядят вот так. От этого чехла я вообще в полном восторге. Он силиконовый. И сзади у него есть вот такая, ну не знаю, кто это, наверное, муха. Очень красиво и очень достойно смотрится. Стоил он совсем бюджетно, в районе 3 евро. И я считаю, что это, ну, просто более чем адекватная цена. И качество просто отличное. И следующий чехол выглядит вот так. Я уже говорила, что очень люблю подобный принт, когда там есть пальмовые веточки какие-то. И мне очень нравится, что этот чехол работает как подставка для телефона. То есть, если вам надо посмотреть какое-то кино, либо, может быть, видео, вы просто выдвигаете вот эту часть. Таким образом, вы можете поставить свой телефон, смотреть, ваши руки будут свободны, заниматься своими делами. И два еще вот таких замечательных чехла, которые я заказала у одного продавца. Опять же, можно было выбрать разные расцветки. Могу порекомендовать. Они также силиконовые. Здесь я еще даже не убирала у них поролон, который держит форму, потому что еще не успела носить все чехлы, которые мне пришли. Тоже могу порекомендовать. И есть на разные модели, абсолютно на разные модели телефона, потому что очень часто приходят вопросы, а есть ли там на Huawei, есть ли на Samsung. Конечно, есть. Просто вы указываете модель телефона, на которую вам нужен чехол. Собственно говоря, такой вам и приходит. И еще один из моих любимых чехлов выглядит вот так вот, нежно такого салатового цвета. И у него есть съемная ручка, которую вы тоже при желании можете использовать. Если вдруг вам нужно, опять же, освободить руки, вы можете положить туда телефон и вот так вот на руку надеть его. И какое-то время он может у вас там находиться. Тоже можно было выбрать разные расцветки, но так как я сейчас очень сильно люблю зеленый цвет, мой выбор сразу был на него. Он силиконовый, отлично гнется в разные стороны. И как показывает практика, сколько чехлов я не заказывала, в основном беру силиконовые. Они очень-очень долговечные. И следующие вещи, которые я вам хочу показать, это два вот таких симпатичных аксессуара, которые продаются по отдельности. Но так как они сделаны из одного материала, я заказывала их для того, чтобы носить в комплекте. Первое это вот такой мягкий чехол из войлока для очков. В нем я ношу солнечные очки. Мне очень нравится, как он сделан. Довольно простой, но смотрится очень стильно. Сейчас покажу. Здесь он расстегивается, и вы можете достать... Вот у меня здесь я ношу свои солнечные очки. Очень-очень классный чехол. У меня абсолютно нет никаких нареканий, ни к качеству. Заказала еще несколько штук, чтобы положить и организовать все свои остальные очки, которые у меня есть. И далее идет вот такая сумочка, которую мы используем для того, чтобы организовать порядок в проводах, в наушниках, которых у нас огромное количество, чтобы это все просто не валялось и не забывалось, что оно где-то есть. Было принято купить... Было принято решение купить вот такой органайзер. Он, как вы видите, на пуговичке здесь и на резиночке. То есть вы резиночку снимаете, и здесь есть одно большое отделение, куда влезет что-то более такое габаритное, ну типа зарядок. Вот. И есть отделение поменьше, куда можно положить разные инструкции. В общем, для того, чтобы организовать порядок в ящике и вообще просто дома, и в своей сумке, эти органайзеры подходят просто идеально. Я тоже заказала еще несколько штук таких, потому что проводов, и наушников разных, огромное количество. И у них, конечно же, должно быть свое место, где они их бы помнили, чтобы ничего не болялось просто так. Вот. Они очень похожи, как будто прям с одного комплекта. Но, как я уже сказала, это две абсолютно разные покупки, и ссылку на них я оставлю в описании к видео. И, наверное, последнее, что я вам на сегодня покажу, это вот такая зубная щетка с защитным чехлом, то есть с органайзером сразу от марки Xiaomi. Это одна из трех щеток, которые я заказала, и, к сожалению, почему-то ко мне пока дошла только одна, хотя я заказывала их у одного и того же продавца. А мне очень понравилось, как это все выглядит, как упаковано. Сверху еще была пленка, которую я сняла. И могу сказать, что щетка очень-очень красивая, очень качественно сделана. У нее мягкая такая щетина, ну, в средней мягкости где-то, и она отлично чистит зубы. И здесь сзади есть вот такие отверстия. Сам чехол сделан из прочного пластика. И очень удобно, что эту щетку можно брать с собой в какие-то поездки, потому что она уже сразу идет вот со своим органайзером. Тоже ссылку оставлю. Очень красиво выглядели черные. Я тоже заказала черные. Белую взяла себе, черную Жене, еще одну просто про запас. Мне очень-очень понравилось качество и планирую, если буду покупать щетки, именно с которыми требуется механическая чистка, потому что электрозубные щетки у нас тоже есть, но иногда хочется просто вот обычной щеткой почистить зубы в течение дня. Поэтому я, в принципе, и взяла их. Так что вы, девчонки, мальчишки, на сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Все промокоды я оставлю внизу в инфобоксе, если что-то у меня будет. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, обязательно пишите и увидимся во второй части. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok